Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Алексеевна Панфилова. Я воспитатель старшей группы номер один, 11-го корпуса, школа 14-20. Сегодня я хочу вам показать, как можно из ниток сделать куклу. В давние времена у детей не было таких игрушек, как у вас сейчас. Мастера-кудесники делали игрушки своими руками из подручных материалов. Самая любимая была кукла. Кукла не рождается сама, ее создает человек. Кукла не имела лица. Игра с такой куклой побуждала ребенка воображать, фантазировать, придумать ее настроение и характер. Для изготовления куклы нам понадобятся нитки. У меня нитки разных цветов. Картон, ножницы, ну и, конечно же, умелые ручки. Но перед тем, как приступить к изготовлению куклы, вспомним правило безопасности работы с ножницами. Пользоваться ножницами только в присутствии взрослых. Не подносить к лицу. Нельзя ходить с ножницами. Не держать ножницы острыми концами вверх. Нам нужно сделать три заготовки из ниток. Первая заготовка – туловище куклы. Вторая заготовка – руки куклы. Третья заготовка – волосы куклы. Для первой заготовки беру нитки белого цвета и наматываю на картон. Сколько наматывать ниток зависит от того, какой толщины будет ваша кукла. Теперь наматываю нитки нужной толщины. Отрезаю ниточку. Теперь разрезаю нитки в нижней части. После чего снимаю нитки с картона. Первая заготовка готова. Для второй заготовки беру нитки зеленого цвета и наматываю на картон. Только наматываю на картон не по длине, а по ширине. Ниток нужно намотать меньше, чем для первой заготовки. Отрезаю. Теперь разрезаю нитки в нижней части. После чего снимаю с картона. Вторая заготовка готова. Для третьей заготовки беру нитки желтого цвета и наматываю на картон. Так же, как для первой заготовки. Но меньше, чем для второй. Теперь разрезаю нитки в нижней части. После чего снимаю с картона. Третья заготовка готова. Вот у нас получились три заготовки. Белого цвета, зеленого цвета и желтого цвета. Картон нам не нужен. Убираем его в сторону. Берем заготовку желтого цвета и располагаем ее горизонтально. Берем заготовку белого цвета и располагаем ее на желтый вертикально. Дальше берем за правый край ниток желтого цвета и соединяем с другой стороной. Поворачиваем и таким же способом складываем белые нитки. И поворачиваем вот таким способом. Отрезаем от клубка белых ниток нитку. Немножко кладем снизу, немножко отступаем от края и делаем узелки там, где у нас будет шея. Кольцы ниточек отрезаем. Вот такая вот получилась у нас красивая голова. Убираем в сторону. Теперь берем заготовку зеленого цвета. Это у нас будут руки. Отрезаем от клубка зеленого цвета две нитки. Кладем нитку снизу и перевязываем там, где у нас будет запястье. Отрезаем лишний ниток. И теперь с другой стороны. Раз. Два. И отрезаем лишние нитки. Вот так вот у нас получилось. Теперь я беру нашу заготовку, делю нитки белые пополам, беру наши ручки и кладу на белые нитки и закрываю белыми нитками. Чтобы у нашей куколки был красивый поясок другого цвета, мы берем, отрезаем нитку от зеленых ниток и завязываем там, где у нас будет талия. Вот такой красивый ремешок. Можно его сделать чуть-чуть покороче. Вот такая куколка красивая у нас получается. Так, теперь нам нужно сделать пучок у нашей куклы. Хвостик тоже. Отрезаем от клубка зеленого цвета ниточку. Завязываем. И убираем лишнюю нитку. Вот такая вот замечательная куколка у нас получилась. Если включить воображение, то можно нашей куколке завязать две косички, а можно одну косичку, а можно ставить так. Вот такая красивая куколка у нас получилась. Большое спасибо за внимание.